Российское министерство обороны Немножко как бы приостановило свои действия И многие метаются в догадках, что же происходит на самом деле Но, друзья, на самом деле Мы должны понимать, что сразу несколько точек могут стать специальными операциями То есть не войной, как мы ранее называли эти действия А именно специальными операциями Но вот ведь, друзья, новое открывается направление Это Второй Тихоокеанский фронт Военные Тайване провели учение противовоздушной обороны Для проверки готовности к отражению атаки с воздуха со стороны материкового Китая А оборонное ведомство острова выпустило брошюру по гражданской обороне С инструкцией по выживанию в случае нападения китайской армии Ожидания китайского вторжения растут на фоне эскалации напряженности вокруг Тайваня Между США и Китаем Запланированный визит на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси В последний момент были отложены Это произошло после того, как Пекин пригрозил дать военный ответ США Расценив миссию Нэнси Пелоси как покушение на территориальную целостность Китая И Китай решил провести учение, чтобы показать свой большой кулак Подробности учений, которые проходили во вторник по всему Тайваню И имитировали отражение воздушной атаки со стороны Народно-освободительной армии Китая Учения противовоздушной обороны, в которых были задействованы находящиеся на вооружении ВВС Тайваня Американские истребители F-16, ударные вертолеты Ан-64Е «Апач» И многоцелевые сверхзвуковые истребители местного производства Цзиньго Это так названы они в честь бывшего президента Тайваня Сына первого лидера Тайваня Чан Кайши Цзиньго Начались эти учения ранним утром без предварительного предупреждения Ну как считают китайцы, что это позволило проверить готовность сил ПВО к отражению внезапного нападения с воздуха И при этом избежать проблем для полетов гражданской авиации Проверяя готовность ПВО, боевая авиация пролетела над столицей непризнанной Китайской республики Тайбэм Проверка боеготовности также проводилась на ракетных батареях, авиабазах и в военных портах Тайваня В день проведения учений ПВО оборонное ведомство Тайваня Выпустила 28-страничную брошюру, содержащую подробный инструктаж по вопросам гражданской обороны На случай военного конфликта с материковым Китаем Пособие по выживанию в условиях боевых действий и чрезвычайных ситуаций В этом пособии разъясняется, как искать бомбоубежище Как действовать при авианалетах, пожарах, обрушении зданий, отсутствии электроснабжения, воды и предметов первой необходимости То есть вы понимаете, друзья? Получается, весь мир готовится к бомбежкам Весь мир В Женеве рассказывали о том, как и где бомбоубежище у каждого района И это было два месяца назад, мы с вами говорили на эту тему В России тоже рассказывают Ну а что касается, друзья, той стороны, уже азиатской То вы видите, что Азия тоже готовится к бомбежкам И тоже рассказывает про авианалеты, пожары, обрушение зданий Это все то, что мы видим сейчас на Украине То же самое планируют китайцы и здесь Потому что войной, военными спецоперациями в Украине руководят китайцы Как с той, так и с другой стороны Только со стороны Украины они руководят через американские руки и деньги А со стороны России через Кремль Видите, какая умная обезьяна Сидит на ветке с гранатой И смеется над двумя тиграми, которые дерутся внизу Под ее ногами И вот когда обезьяна руками двух современных лидеров Уничтожит две громадные силы То после этого она может уже спокойно спрыгивать с ветки И плясать на брюхе обоих тигров О растущей угрозе китайского военного вторжения на остров в Тайбе Заговорили сразу после начала российской специальной военной операции То есть 24 февраля Тема возможной попытки Пекина Воспользоваться украинским кризисом Чтобы силовым путем покончить с проблемой независимости Тайваня И ликвидировать Китайскую республику на острове Которую в Пекине считают мятежной провинцией КНР Это, друзья, очень горячая тема во всем Индо-Тихоокеанском регионе Если обратиться лицом к истории Тайваня То мы вспомним, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года Когда на остров с материка после поражения в гражданской войне Бежали остатки сил Гоминдана во главе с Чан Кайши С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики В то время как КНР считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории И добивается конечного воссоединения Не исключая, теперь уже, друзья, именно теперь Не исключая военной силы Накануне учений по противовоздушной обороне На острове Вашингтон и Пекин Были как никогда близки к началу схватки за Тайвань Запланированный на конец прошлой недели Визит в Тайбэй третьего человека в иерархии американской власти Спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Пекине расценили Как готовность Вашингтона Нарушить суверенитет и территориальную целостность страны И тем самым пересечь красную линию в отношениях с КНР Официально о визите не сообщалось Ну а намерение Нэнси Пелоси направиться на Тайвань Писали со ссылкой на источники американские СМИ Китайский дипломат предупредил Что американская сторона должна строго соблюдать принцип одного Китая И положение трех китайско-американских совместных коммунике И немедленно отменить план Пелоси посетить Тайвань Прекратить официальные контакты с Тайванем А также предпринимать реальные действия Для выполнения своего обещания Не поддерживать независимость Тайваня То есть что происходит, друзья? Глобалисты сейчас подминают под себя Все независимые республики Независимость, она подрывает корни глобализма Поэтому они будут давить сейчас всех Китай со своей стороны и Россия Как руки Китая в Европе Ну и как результат, конечно, друзья, этих нагнетаний В отношениях мирового глобализма Китайцы заявили, что НАТО нацелился на Китай В ситуации, когда Вашингтон и Пекин Оказались в шаге от конфликта за Тайвань Накануне первого за последние 25 лет Визита спикера палаты Представителей Конгресса США на Тайбэй Американская сторона сообщила о его переносе Поводом стало состояние здоровья 82-летней Нэнси Пелоси Которая сдала положительный тест на коронавирус То есть как только Китай выразил протест То Нэнси Пелоси сразу нашла причину И, конечно, визит отменили Сейчас такая легкая причина Под которую ничего не надо объяснять Просто заявил об этом И все, и все поняли, что ты по-другому поступить не можешь Как считают, что отношения Китая и США Будут осложнены Украиной Америка предупреждает, чтобы Пекин Не оказался на неправильной стороне Превратив конфликт на Украине В борьбу демократии против автократии Об этом сказал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун Сингапурский премьер призвал Не увлекаться параллелями И все же напрямую не связывать Кризисы вокруг Украины и Тайваня А ведь они так легко связываются Вы не находите, друзья Очень близко и за всеми конфликтами стоит Китай Поэтому премьер-министр Сингапура Призывает не делать параллели Отказаться от чего-то И Китай призывает И США Я Таня Карацуба Сиитбургхан Синя Карацуба